Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала Заметки Отшельника. На улице непогода, дождь, работы нет, поэтому я сегодня решил вам рассказать одну очень, на мой взгляд, занимательную историю, которая произошла в моей юности в конце 70-х годов. У нас в жизни бывает так, что в школе мечтаешь быть кем-то одним, позже чуть с возрастом другим, ну а получается, что оказываешься в совсем другом месте. Так произошло и со мной. В детстве, учитывая, что у нас в Белоруссии нет моря, мы многие мечтали о море, эта участь не минула и меня. В итоге, после окончания в Риге училища, я оказался на Балтике, на рыболовецком судне, в качестве судового электрика. Сходил в море несколько рейсов, но потом судьба так распорядилась, что нужно было идти в армию, поэтому возникла некоторая пауза. Приехав на родину в Беларусь, после посещения военкомата, мне предложили стать летчиком. В этот период все-таки было время некоторое, поэтому я работал, можно сказать, по специальности в деревне в колхозе электриком. Работа электрика, она предполагала общение с большим кругом людей. Мы были один день там где-то на ферме, второй день, скажем, в школе где-то проводку чинили, какой-то столовой. Везде новые люди, новые разговоры, разные встречи. Мы как-то с моим напарником услышали тему, что от нашего костела, это в прошлом костела, а в то время, в 70-е годы, это был зерносклад. Такое обшарпанное здание. Внутри просто ничего не было, посреди этого помещения лежало зерно. Что от этого костела, где-то с подвала, ведет подземный ход в районный центр. Там, на окраине этого города, на берегу озера, стоит монастырь. По легенде, там останавливался во время своей военной кампании Наполеон. Аргумент весомый к этому. Попалась мне где-то заметка в какой-то газете. Именно о том, что Наполеон сидел на берегу живописного озера, у стен Кармелитского монастыря. О чем-то он мечтал о своем, скажем так, я уже не помню дословно. Слухи эти, что ход ведет с нашего костела до этого монастыря, он муссировался в разных кампаниях, скажем так. Подтверждения этих слухов не было, естественно. Но, тем не менее, наш молодой ум эта идея захватила. И мы не знали, с какого боку подойти, чтобы все же попробовать поискать этот ход. Естественно, наше юношеское воображение рисовало какой-то таинственный ход, где-то какие-то, возможно, даже и сокровища. Широкий полет фантазии юношеской. И тут внезапно представился случай. И нам поручили в подвале этого здания, зерносклада, оборудовать тир для стрельбы с мелкокалиберной винтовки. Активно велось патриотическое воспитание, поэтому в рамках этой военной подготовки были и стрельбы. Может быть, не совсем уместно выбрано это помещение, но, тем не менее, по своим параметрам, вот этот подвал под костелом, он очень удачно подходил. Это было безопасное место. Мы начали выполнять эту работу и параллельно присматриваться, может быть, наткнемся на что-то интересное. И вот, простукивая буквально сантиметр за сантиметром стены этого подвала, обнаружили, что угадывается какая-то пустота. Кирпич довольно плотно держался, и нам пришлось хорошо потрудиться. Но работы не пристанавливались, мы оставались и после работы, и вечером. Нас торопили, сколько можно там ковыряться, провести там переноску, кинуть какую-то и повесить пару лампочек, осветить этот тир. Мы сказали, что там все очень сложно, надо дня три как минимум, ну и упорно искали этот ход. И вдруг лом куда-то провалился, мы поняли, что мы на правильном пути. Стены там очень толстые, более полутора метров, но нас это не смутило. Мы были молодые, крепкие, упорно продвигались к заветной цели. Ход этот все расширался, становился больше, больше, и незаметно мы как-то ушли вверх. Случилось, с одной стороны, такое комическое событие, а с другой стороны, оно могло быть и весьма печальным. Но все как-то обошлось. Когда мой напарник ковырял эту стену, я услышал какой-то характерный, нехарактерный шум, как будто сыпется какой-то песок, но мне показалось, что где-то рушится стена или что-то такое. Я его успел оттуда за одежду отдернуть, и в это время смотрю, в этом подвале начало появляться зерно. Сначала оно чуть-чуть просыпалось, потом этот поток нарастал, оно себе, видно, по ходу пути находило место. И в конце мы уже просто выбежали. И оказалось, что мы так увлеклись, что сначала вроде бы начали в горизонтальном направлении искать этот ход, а незаметно пробили пол, в котором лежало это зерно, и оно, естественно, посыпалось в этот подвал. Ни много, ни мало, там оказалось 18, около 18 тонн сухого зерна определенного сорта, определенного качества. Проходя через это наше отверстие, оно и качество потеряло, и сортность свою перемешалось с фрагментами глины, песка, цемента, пыли. Почему я вот именно сейчас эту тему поднимаю? Буквально завтра у меня намечается туда поездка, мне нужно поменять водительские права, закончился срок. Я постараюсь вас более предметно познакомить с этим местом, если у меня получится. Естественно, случившееся было придано широкой огласке. На завтра мы стояли со своим другом на ковре у проседателя колхоза. Ну, не знаю даже, что с вами сделать. Видно, был очень расстроен, да как не расстроиться, столько зерна ушло. Естественно, туда поставили рабочих, они, я помню, черпали, и мы там участвовали в этом, помогали. Одно из условий нашего прощения лишили нас премии. Как сейчас помню, 10 рублей оно тогда было. Нам было стыдно, обидно. Поиски подземного хода и поиски сокровищ мы больше не продолжали. Ну и, насколько я знаю, после нас тоже никто не пробовал его там искать. Вот это мастерские, где я работал. Вот видите, то левое крыло вдалеке, крайняя комната. Там была мастерская электриков. Католический костел. В том году, в далеком 1976-м, здесь был зерносклад. Все вы помните те времена, кто примерно моего возраста. Была такая волна атеизма, когда церкви и костелы закрывались и приспосабливались, перепрофилировались для каких-то других целей. Местные жители писали письмо ЦК КПСС, ответственному по делам религии. Активным участником этой группы была моя мать. Я все это видел, письма эти, подписи. Ну и в итоге, это все возымело свое действие. Вокруг костела сейчас обустроена территория. Здесь красиво, где и произошли те интересные события. Сейчас здесь фото-выставка о миссионерской работе. Да, нам повезло. Видите, здесь открыто. Я так понял, что здесь двери не закрывают. Сколько я сюда приезжал, он постоянно, вход открыт. Вот, видите, такой подземный тоннель. Оборудованы стенды с фотографиями. Подвал огромный, с такими вот ответвлениями. Здесь каждый желающий может самостоятельно зайти и ознакомиться с этими стендами. Здесь тоже куда-то ход ведет в другую. Вот, видите, когда я буду дальше рассказывать, что происходило, вот вы обратите внимание, примерно то, что было и с нами. Кроп стоит, естественно, пустой. Выбиты именно священников, кто служил в этом костеле в те далекие годы. Вот, начиная с 1786 года. Здесь куда-то ход ведет. Все, вот он упирается дальше. Непонятно даже, что здесь лесенка куда отошла. Ну, вот я постараюсь сейчас по памяти восстановить то место. Это же было очень давно. Может быть, вот даже здесь видно, что кто-то заделывал эту стенку. Хотя все остальные своды, они крепкие. Да-да-да-да, точно, вот здесь вот. Вот этого, видите, я освещаю где. Зашел, посмотрел, за собой выключил свет, закрыл дверь. Да, здесь был зерносклад. Конечно, это здание было в ужасном состоянии. Никто здесь ремонт, естественно, не производил. Все это произошло после того, как здесь опять открыли костел. Территория также ухожена. Все покрашено, отремонтировано. Вот я приехал к своей школе, где я учился почти полвека назад, 46 лет назад. Приятно удивлен, что школа функционирует. Также здесь среднее образование получают. Территория около школы, сама школа выглядит довольно привлекательно. Еще мы приехали в одну точку, где я родился. Вот, видите, небольшая лужица посреди поля. И вот буквально здесь, чуть левее, в 100 метрах отсюда, стоял дом. Поэтому, когда меня спрашивают, а не скучно вам на вашем хуторе, а как вы там живете, я привык, кругом одно поле, везде, кругом никого. Поэтому это на генетическом уровне.